всем привет рада видеть вас на своем канале и сегодня моё видео будет про пустые баночки первая пустая баночка которую я хочу вам показать это гель для душа с ароматом лимонного пая этот гель для душа я покупала магазине fixprice у него бюджетная цена хороший объем 400 миллилитров он только что он немного жидкий это даже немного он жидкий приятный аромат хорошо пенится хорошо мылится хорошо все отмывает я его не использовал по назначению то есть как гель для душа я его использовала как чистящее моющее средство потому что средства которые так себя ведут я вам уже показывала до выпадает такой вот прям вот порошкообразный какой-то осадок большой я если честно боюсь наносить на свое тело поэтому это средство у меня использовалась как чистящее средство и я им была довольна следующая у меня пустая баночка это по моему австралийская марка до производства австралия это был лосьон для рук и тела с экстрактами маршмеллоу петта и и лимонного мирта здесь был объем 500 миллилитров это средство мне очень и очень понравилось и вообще средства от этой марки от этой фирмы бренда мне понравились я как поняла у них хороший состав вот вы видите очень хороший состав ну и цена у них тоже очень даже хорошая марка называется вот так ботани сэншел на сэншел короче как то так у меня был шампунь от этой марки кондиционер для волос и вот лосьон для рук и тела шампунь мне понравился и вот это средство мне тоже очень понравилось сначала мне показалось что аромату этого средства какой-то вот цитрусово горьковатый я сначала даже не чувствовала маршмеллоу но потом когда я начала пользоваться уже я почувствовала и маршмеллоу и цитрусовые ноты и меня уже так не раздражала горчинка в аромате белого цвета этот лосьон довольно таки жидкий это не густое средство хорошо распределяется быстро впитывается не оставляет на теле никакой липкости никакой неприятной пленки хорошо увлажняет кожу подпитывает кожу в общем этим средством я осталась очень и очень довольна и если у меня будет возможность повторить эту покупку то я повторю но эта марка достаточно дорогая я ее покупала со скидкой 70 процентов и даже со скидкой 70 процентов цена была не низкой следующая моя пустая баночка это лосьон для молодой кожи от марки clorance это освежающий лосьон спрей он увлажняет тонизирует кожу придает ей сияние и подготавливает кожу к нанесению следующих средств к последующему уходу также это средство можно было наносить поверх макияжа я пару раз использовала поверх макияжа но в принципе мне понравилось но больше всего мне нравилось наносить это средство как средство ухода это средство содержит экстракты фруктов растений в общем не она понравилась можно было наносить его утром вечером у него приятный аромат очень мелкое распыление я это средство брала со скидкой 50 процентов на официальном сайте clorance чтобы получить кучу пробников вот честно говорю и никаких надежд я на него не возлагала она у меня стояла стояла как бы все руки к нему не тянулись и когда дошла очередь его использовать думаю что же я так долго тебя не брала в руки объем хороший 100 миллилитров флакон стеклянный все так добротно качественно сделано и средство великолепное очень мне понравилось тем более со скидкой 50 процентов из кучи подарков вот заказ полностью себя окупил даже больше вот я прям довольна что я брала этот лосьон и еще один лосьон мне тоже очень понравился это уже марка lancome это не лосьон вернее а тоник тоник комфорт с медом по моему акации это миниатюрка у меня был набор объемом 50 миллилитров у него достаточно густая текстура маленечко осталось видно я его наносила на ладошки и уже похлопывающими движениями потом наносила на лицо мне тоже очень и очень понравился понравился его аромат понравилось как он работает как он увлажняет кожу подпитывает кожу в общем средство замечательно у меня есть еще один такой флакон тоника и я этому очень и очень рада подходит больше сухой кожи и нормальной кожи для жирной кожи в летнее время он наверное будет чересчур питательный а вот в зимнее время я думаю что и жирной кожи он тоже неплохо подойдет и также в паре с этим тоником я использовала вот такой крем также от марки lancome их увлажняющая линейка hydra zen но это не просто крем а это гель-крем какой же красивый у него цвет девочки я давно не видела да наверное недавно а ни разу не видела такого красивого оттенка крема вот такой он розовый чисто розовый цвет нежный ну вот прям знаете мне хотелось лишний раз открыть баночку чтобы увидеть цвет этого крема да и сам крем тоже просто замечательный у него легкая текстура легко наносится на кожу хорошо увлажняет не оставляет никаких неприятных ощущений на коже не вызывает никаких комедогенов ничего такого хорошо на него ложится декоративная косметика я его использовала вот до самой самой капельки него легкий такой аромат розы ну крем просто прелесть просто прелесть на холодное время года он конечно слабоват а вот когда уже там весна и лето крем прелестный так что марка lancome мне нравится и раз мы уже заговорили про марку lancome я покажу сразу три миниатюрки средства от марки lancome которые у меня закончились это их знаменитая сыворотка advance же не фиг у меня три флакончика вот закончились по 7 миллилитров итого 21 миллилитр средство с пипеточкой очень удобно если вот средство и стило удар было просто в бутылечке мне приходилось там уже парке стучать выбивать чтобы достать средства здесь все вот удобненько пипеточка средства сколько нужно дозируешь наносишь на лицо она без какого-либо особого аромата прозрачная хорошо также быстро впитывается в кожу содержит 7 прой пребиотиков которые восстанавливают микробиом кожи защищают кожу от воздействия вредных факторов опасных каких-то факторов окружающей среды в общем это средство мне тоже понравилось после нанесения этого средства кожа выглядит более такой отдохнувший более гладкой более ровный я сначала наносила тоник затем вот эту сыворотку затем тот крем и все вот они в таком вот как сказать порядке очень хорошо работали на моей коже в общем сыворотка ланком мне тоже понравилось и я в ней не разочаровалась потому что кто-то ругает кто-то хвалит эту сыворотку я не пробовала вот наконец попробовала и в запасе у меня наверное еще миллилитров 30-40 этой сыворотки есть чему я рада вот хорошие наборы были сыворотка и вот такой увлажняющий крем по моему в одном наборе были вот если будет такая возможность в будущем то я возможно такой бы набор прикупила купила бы но посмотрим как у нас что будет дальше что-то увлеклась я маркой ланком уходовыми средствами и забыла показать зубную пасту это зубная паста от марки лакалют обычная зубная паста которая обещает нам крепкие зубы здоровые десны свежее дыхание марку лакалют я люблю иногда себе покупаю раньше покупала часто потом меня напугали что нельзя ей часто пользоваться поэтому я стала ее покупать гораздо реже объем 75 миллилитров она неплохо очищает зубы действительно дарит свежее дыхание в общем паста мне понравилась хорошая зубная паста также я вам покажу капли для глаз меня часто спрашиваете про эти капли эти капли я покупала во вьетнаме может быть эти мне уже привозили по заказу по моему в общем я не помню но факт тот что у меня есть еще несколько таких вот флакончиков стоят они так 45 донгов умножаем на 3 в районе 130 140 рублей на наши деньги здесь объем 13 миллилитров такие капли продавались на айхерб но стоили они там в районе 500 600 рублей знаете я бы наверное купила их и за 500 рублей но сейчас у нас не знаю что будет сайхерб но может быть откроет у нас туры во вьетнам и у нас появятся на рынке эти капли эти капли есть различные направленности вот эти вот конкретно капельки у меня закончились глазные капли с витаминами используют как профилактику при лечении глазных заболеваний придают глазам здоровый блеск снимают усталость рекомендуется тем кто за компьютером по одной две капли два три раза в день я старалась эти капли использовать только утром потому что как-то на постоянной основе я не использовал эти капли хорошие капли бюджетная цена очень бюджетная цена и хорошо работают снимают хорошо покраснение с глаз напряжение с глаз хорошие глазные бюджетные капли теперь наверное переходим к декоративной косметики закончился у меня такой гель-эффект фиксирующие верхнее покрытие для ногтей блеск гель-лака от марки ли туаль здесь его наверное было миллилитров 13 мне нравится что этого средства удобная кисточка средства в принципе неплохое цена относительно бюджетная но конечно допустим если сравнивать это средство со средством от марки opi то она ему проигрывает но извините и ценовой диапазон наверное раза в три если не в четыре разница но средство неплохое хорошо фиксирует покрытие хорошо держит гель-лак в принципе я им довольна вот марка сали хансон когда-то я очень любила верхнее покрытие от этой марки но полностью у марки испортились кисточки что у лаков что у гелей они просто разваливаются просто разлазятся и невозможно вообще ими пользоваться как-нибудь я вам в пустых банках покажу хотя мне кажется раньше я уже показывала в пустых баночках как безобразно себя ведут кисточки ума лаков сали хансон конкретно вот салон маникюр вот эта линейка также наконец-то у меня закончился карандаш для бровей от марки бель в черном оттенке вот такой карандашик доставался мне в подарок использовала я его до самого-самого конца что сказать карандаш бюджетный за такую стоимость хотя я не знаю сколько он стоит но думаю что дешево очень наверное даже и неплох но вот все вот бюджетные вот эти вот штучки косметика все она трескается все она ломается хотя я относилась обращалась очень бережно и тут все поцарапанное зацарапанное хотя очень редко чтобы у меня он был в косметичке обо что он царапается я не знаю сам карандаш такого среднего качества у меня брови не густые и можно сказать про плешины или как назвать в общем он не служил для заполнения бровей просто я немножко как бы подкрашивала кожу если вы вырисовываете графичные брови то думаю этот карандаш вам не особо то и понравится не настолько он стойкий не настолько он хорош но вот как мне для заполнения проплешин в бровях он в принципе подошел и использовала его до самого-самого конца а вот следующее средство я использовала с удовольствием и не ждала когда она закончится это знаменитый биби крем от марки эрбориан у меня оттенок клейр объем 5 миллилитров вот казалось бы 5 миллилитров но хватает его нам надолго тем более я наношу эти средства не кистью не спонжем я наношу пальчиками и соответственно расход минимальный сначала мне казалось что этот крем очень темный на моем лице но я сменила уход и все стало прекрасно конечно немного он на зиму темноват но летом весной осенью он подходит мне хорошо мне нравится что он делает такое тонкое покрытие на лице не подчеркивает шелушение не подчеркивает какие-то недостатки немного скрывает купероз не то что плотным слоем он прям покрывает но маскирует купероз у меня такая вот проблема на мне я не замечала какой-то вот прям липкости на лице после его нанесения держится тоже неплохо в общем этот крем мне понравился и я уже приобрела такую большую версию потом как-нибудь вам покажу в покупках постепенно в общем приобрела полный размер я им осталась довольно и вот тут все таки хорошо когда дают вот такие миниатюрки что познакомишься со средством и покупаешь уже потом полную версию не боясь ошибиться также у меня закончилась помада помада от марки шесейда в оттенке пике наверное 417 наверное этих помад уже нет красивый добротный футляр приятно брать в руки ничего вот не поцарапалась ничего не облезла оттенок не мой с оттенком я промахнулась ну промахнулась не промахнулась купила значит использовать надо и как видите я ее использовала использовала я ее только с темно-синей одежды с черной одежды вот с такой темной тогда оттенок мне более-менее подходил вот таким образом я использовала я не скажу что я в восторге от качества этой помады такого оттенка помада хорошо подходит такой оттенок блондинка на камере он смотрится поярче не скажу что прямо от хорошего качества это помада бывало что она могла собраться в полосочку но по крайней мере она у меня не растекалась в общем не очень я эту помаду любила еще наверное потому что это не мой оттенок но футляр добротный красивый солидный и я не показала даже оттенок биби крем эрбориан тут я наверное уже ничего и не достану да я конечно использовала все до самой 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 капельки ну ну вот чуть-чуть что-то там как то что то разносишь этот крем и даже вот не видно где-то его нанес смотрится очень красиво на лице получается получается такая фарфоровая кожа с таким свечением здоровым вот я нанесла он слился с моей кожи и даже не видно где я его нанесла так и еще покажу вам пробник опять же от марки lancome это пробник крема для глаз это их линейка renergy мульти лифт ультра у меня из этой линейки был крем для лица и как вы видели я купила набор большой для лица кремов хороший крем действительно классный крем он такой немного густоват его нужно совсем немножко хорошо разносится под глазами достаточно быстро впитывается не оставляет никакого липкого финиша хорошо ложится декоративная косметика и вот он обладает каким-то таким вот эффектом как бы отсвечивающим он неплохо скрывает черные круги под глазами но относительно конечно черные круги такие легкие это все-таки же не косметическое такое декоративное средство уходовая вот если кто не пользуется декоративной косметикой и легкие такие синячки под глазами я думаю что этот крем вам понравится вот было средство у benefit вот такое был белая олла лифт по моему называлась его наносишь под глаза и вот при повороте головы как бы вот идет от свет отблеска я не знаю как сказать свечение в общем как высвечивает кожу под глазами вот этот крем примерно такой эффект делает я вот даже наносила под один глаз этот крем а под другой не наносила и видно было что маскирует синячки неплохо у него не больно неплохой лифтинг эффект может конечно это обман зрения но мелкие морщинки он сглаживает в общем кожа под глазами выглядит неплохо крем не этот понравился и еще мне понравилось вот это средство от и в сен лоран это база под макияж с эффектом подсвечивания жидкое средство такое какое-то перламутрово желтенькая мне понравилось приятно наносить на кожу хорошо распределяется кожа становится такая гладкая блестящая ровно и хорошо держит тональное средство прям хорошая стойкость макияжа с этим вот с этой базой я использовала один пробник одну сошетку и еще одно такое у меня средство есть в запасе я решила его оставить на тот случай когда мне нужно чтобы вот средство держалась хорошо целый день очень понравилось мне вот это средство и также у меня закончилась два не знаю как назвать пробника от марки опять же lancome аромата и доль интенс это цветочный шипровый аромат по моему есть ноты розы почули древесные нотки цитрусовые нотки у этого аромата хорошая стойкость хороший приятный шлейф в общем такой приятный женственный теплый аромат я думал что здесь будет прям жидкой жидкие капли ну нет она была такой вот как бы маслянистая в общем я на раз один раз нанесла прям хорошо нанесла и второй вот раз нанесла но у меня такой аромат есть в объеме 5 миллилитров тоже мне достался в подарок поэтому я этот аромат знаю и в принципе он мне нравится вот это все мои пустые баночки за последнее время что из этого пробовали вы с чем вы знакомы что вам нравится что вам не нравится надеюсь это видео было для вас приятным полезным буду благодарна вам за ваши лайки за ваши комментарии а самое главное оставайтесь здоровыми красивыми хорошего вам дня всем спасибо всем пока пока